Субтитры делал DimaTorzok да начинаем прямой эфир тема сегодняшнего эфира у нас это творчество я замешкался потому что там кто-то еще хотел отношений но будет творчество очень очень непростая тема очень серьезная тема и мы вот до вебинара говорили о ней очень очень непросто и вопрос собственно говоря не простые те которые задали и мы можем собственно говоря с них и начать с этих вопросов обязательно чтобы не лить воды чтобы какие-то серьезные вещи мы начали скрывать пошагово структурно вот если я не знавидела всех или нет всем привет и так у нас прямой эфир второй и что я могу сказать что те темы которые интересуются соответственно можете писать в комментариях оставлять наиболее заинтересовавшие набравшие голоса темы мы будем рассматривать следующих итак ну что давай начнем наверное с первого вопроса да первый вопрос очень огромный такой я его зачитаю как в целом определяется термин творчество и кто есть творец для меня творчество это пишет участник для меня творчество гораздо шире персонажа который рисует лепит или актерствует для меня акт творчества это акт созидания изменения мира самого себя и свидетелей своего творчества а влияние на мир можно оказывать как картиной так и созидательным подходом к решению задач в любой профессии и даже в том как примирить конфликтующие стороны творец не всегда миротворец но он всегда так или иначе делит мир реальность на до и после вот такой вот вопрос да конечно очень объемно заполнить так невозможно но пойдем наверное так я наверное так прочти первую еще раз фразу что там что такое творец и что там не зачитывая в целом определяется термин творчество и кто есть творец для меня творчество гораздо шире персонажа который рисует лепит или актерствует вот смотри давай мы как бы мы разговариваем с тобой а соответственно часть людей могут по эффекту резонанса сами реагировать воспринимать им либо соглашаться либо не соглашаться суть проекта заключается не в даче готовых ответов но гипотетически берем так это сейчас я просто скажу творец это это творчество это вот это что происходит давайте посмотрим на техническую составляющую вот такого диалога да или вернее даже монолог получается что слушатель просто берет и воспринимает эту информацию и как бы примеряет ее на себя причем примеряет именно информацию незнание и будет два пункта либо да мне нравится я беру это нет не согласен я не беру это не то и не то не является сутью ответа никто и не то не является вот этим прозрением отвечанием узнаванием истины собой потому что причину параметры ментального запроса ментальных ориентиров признаков и характеристик естественно невозможно в информационном пространстве общаться без слов без прибегания к менталу действительно невозможно но в чем суть проекта в том чтобы было разотверждительное состояние и наблюдение за тем кто взаимодействует с информационным полем с информационным сигналом с любой информацией и любым информационным источником и вопросы такого плана что такое творец подразумевает конкретный ответ ну можно сказать как я например слышу творец это состояние сумки сознания состояние абсолюта состояние источника мироздания в принципе что это дало но человек послушал да нормально звучит так знакомые слова где-то слышал в общем-то не конфликтуру что такое состояние творчества а вот здесь вот включается интересный момент очень важно здесь правда что это значит если любого человека спросить как ты понимаешь творчество у человека какая идет первым образом картинка вот если я подсказываю Рома как ты понимаешь что такое творчество что у тебя возникает какие-нибудь образы ну знаешь такая вот ты сидишь перед мальбертом и вдруг вот муза нахлобучего кисточку хватит и как бы давай быстрее малевать просто из-под тебя выходят какие-то шедевры это такое состояние когда ты в трансовости улетевшись ты идешь сразу состоянии а вот мой вопрос был в том что при слове творчество у тебя возникает всегда надо смотреть на первый ты предсостояние знаешь такое вот эти да там ой такие знаменитые художники или что-то еще знаешь избранность такая какая-то богема да люди которые находятся в определенной какой-то структуре то есть либо это композитор либо это художник либо это балет то есть определенный какой-то пласт в обществе и какие-то шедевры приходят такие как вспышки то есть это все пронос за долю секунды это называется концепция творчества правильно потому что не случайно вот дальше когда мы будем зачитывать вопрос вот данного участника там именно будут что вот эти шедевры известные художники известные авторы известные писатели вот это все подразумевается что-то такое шедеврально известное шедеврально известное но это все относится к системе концептуальности я не говорю что не существует творчество но есть творчество как поток творения воплотим который транслирует самое себя который раскрывает и живет самое себя посредством человека а есть сама тема творчество да то есть вот есть человек который не заканчивал допустим никаких там художественных заведений никаких музыкальных заведений но он может напевать мелодию он может быть даже что-то придумывать импровизировать и с точки зрения баба морда этот человек никто это любитель это дилетант это человек как говорится там из народа из массовки неважно откуда то есть он не принадлежит этой когорте потому что у когорты есть определенные свои критерии свои свои требования свои оценочные признаки свои характеристики и соответственно такой человек не будет писать поэтому нужно четко определиться это когда человек задает вопрос по поводу творчества что именно он преследует в своем вопросе что он хочет то есть если я принадлежу творчеству если творчество это мое предназначение и человек что должен сделать просто это проговорить то есть я чувствую я осознаю я понимаю что я как творческий человек и это что я например ловлю музу я вхожу в определенное состояние мне нравится мелодии писать мне нравится картины писать мне нравится еще что-то там разбирать лепить и так далее то есть видеть какую-то геометрию какую-то аэродинамику да у каких-то форм еще что-то какие-то рефлексии увидит что он принадлежит именно идеологии под названием творчество сказать что это плохо нельзя сказать что это хорошо опять-таки в пределах чего пределах присутствия такое творчество и обусловленный творчеством сейчас будет очень революционно звучать это плохо потому что человек обусловленный творчеством это отсутствующий человек ну давай мы с тобой разберем такую ситуацию человек хочет чтобы создать интересное да что то такое вот неважно хит в музыке какой-то выразить себя какое-то свое состояние на картине да какое как правило это состояние вот давай посмотрим то есть человек такой внимательный он смотрит по сторонам он очень бдитель он очень сфокусирован он сгруппированный или он наоборот очень такой возвышенный воодушевленный видите у меня сразу уходят глаза вверх он уходит в какие-то высокие измерения то есть он уходит куда вообще что там находится когда глаза поднимаются вверх и там же есть ответ потому что когда когда человек приходит как я опять повторюсь с прошлого вебинара с прошлого прямого эфира разговор приходит врачу да и говорит слушайте у меня такая ситуация помогите что делать он не хочет встретить человека который вы говорите давайте подумаем что-то могу быть может почки знаете у вас депрессия например не понравится такая встреча да с врачом потому что она будет каким-то кощунством она будет коровить она будет раздражать она будет вызывать агрессию в камеру да 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 очень правильно то есть соответственно да это такая очень очень вот это состояние такого возвышенности это такой улетевшись и такой вот я не знаю но это как такой кайф без иглы да 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 я конечно да мы с тобой это обговаривали что всем творящим людям которые вот прямо с головой в творчестве возможно этот этот прямой эфир будет не очень неприятен ну таковно и есть это это правда жизни да правда самого себя я бы сказала что я рекомендовала бы дослушать этот прямой эфир потому что вполне возможно что мнение поменяется я не я не ты я уверена мы не против творчества ни в коем случае здесь разговор идет о том о присутствии человека он присутствует сам собой он в наблюдении это собой творящий или он отсутствует он уплывает уходит он на кончике своей мысли он на кончике вот этой иглы ментала да и потому он отсутствует то есть тогда это состояние сна смотрите можно же действительно это перепроверить как чувствуется человек который творит он живет у него циркуляция амплитуда от одного вдохновения до другого а между ними что депрессию откуда вот это понятие что творческому человеку нужна муза то есть ему нужен стимул ему нужен разгон ему нужна провокация и как правило вот большинство мелодий о чем они так как какого плана они они радужные они такие как марш они как зажигающие или они какие ой они все страдающие ты знаешь это такое нытье это такое горе вселенского масштаба это ужас главное чтобы захватила слезы у меня просто есть были были любимые мелодии которые прямо слушаешь плачешь ты поставишь на повторение да и это нон-стоп и ты гоняешь гоняешь состояние и опять надо задать вопрос здесь звучит парадокс человек хочет счастья человек хочет жизнерадостности да жизнеутверждения позитива но слушать все диаметрально противоположное где убивают какие-то фильмы показывают где какое-то насилие где соответственно показывается какая-то груз тоска нераздерянная любовь предательство измена и вот это вот вся боль то есть человек когда вот вымазался да работал в огороде вымазался в зиме поле он хочет прийти как его помыться да снять это все с себя смыть и вот получается если взять перевести такую аналогию надо взять этого человека и снова абсолютно сказать вот тебе лучше и фактически то же самое получается с творением и творчеством именно через призму сейчас рассматривать концептуальности идеологии о творчестве естественно в данной реальности это было и это будет то есть будут выражены естественно людьми это программа творчества который выражается через внешнюю форму поэтому будут участвовать люди будут выглядеть что участвуют какие-то картины кто-то успешен все остальные неуспешность все бегут вперед один одному удалось другие где-то на подхвате опаздывают завидуют пытается не получается но хотят то есть будет вот такой вечный бег но если внимательно остановиться сделать стоп-кадр и посмотреть куда бежит и зачем бежит то есть большинство шедевральных вот этих авторов да если проследить даже исторические факты какие-то которым пишет инкуляционное пространство как они закончили и вся их слава все признание пришло гораздо позже нужно задать человеку вопрос а что хочется чтобы осталось потом но это потом будет видеть а мечтает они дома все мечтают до а ты всегда приводишь такой хороший на вебинарах пример помещаешь на остров где никого нет и и все и беда и вот нужно ли тогда творить для кого творить один раз я летел в самолете в шелунку и рядом со мной сидел индус я не знаю откуда у них вот знаешь эти сидениях да в спинках телевизора да и он там смотрит и он смотрит субтитрами на английском языке какой-то русский от арт-хаус на деревню и он смотрел с такими глазами безумными потом повернулся ко мне спросил ли я русский и сказал вау круто я ни черта не понял но это вы так живете то есть для него это какая-то непонятная избранность вот это вот да вот арт-хаус тоже и вот получается что это творчество оно не отделимо от признания то есть человек очень сильно хочет признание себя и таким образом да он творит творит и вот если ему как бы по голове не погладить или там сказать фул да ты там какую-то ерунду делаешь ты картину ни о чем он рисовать-то не будет ему нужно признание чтобы а все все полу получается после смерти я не понимаю чего не рисовали всю жизнь вот честно меня не доходит то есть действительно ли того кто преследует цель прославиться получить это признание и чтобы потомки об этом помнили не хочет ли этот человек задать себе вопрос что я хочу чувствовать при жизни вот это не оцененность невостребованность а какие-то гонения какие-то интриги да какой-то вот там бедности или еще что-то обивание порога ключ вот нашего сегодняшнего прямого эфира в чем можно и нужно делать все данной реальности и заниматься в обществе в том числе но большое жилье но как это происходит с человеком если творчество служит человеку если человек находится в присутствии это это и есть путь вознесения освобождения если человек служит творчеству это раз и дальше будет только хуже потому что шедевры будут получать либо не получаться вообще либо крайне редко а вот эта депрессия в ожидании этой шедевральности будет увеличиваться и нарастать и потому человек будет очень мучиться того что он никак не может запрыгнуть вот в этот вагон уходящего поезда под названием путь к славе но все время будет очень хотеться потому что по большому счету действительно самый главный вопрос который чем должен задать я люблю творить почему если никого нет кому это показать нужно ли мне и тогда если ответ идет да я хочу показывать другим я хочу чтобы другие восхищались признавались завидовали что я так могу а они не тогда естественно это подача и захват эго то есть эго который лидирует эго который становится хозяин а человек как жертва ему служит и чем хорошим это не закончится да возможно какой-то шедевр и получится но жизнь человека вся его светимость все его сущность назначение будет спущена вот в эту картину если человеку нравится такой формат нравится вот такая позиция такой процесс кто его может освободить потому что это закон одного человек обожествляет сам самим собой вот это творение и этот вид жизни где он приносит себя в жертву да вот сакрпайс для вот этого от какого-то шедевра который вполне возможно когда-то кто-то будет сейчас мы именно этот человек об этом никогда не узнать а если даже и узнает то все равно вся его жизнь будет крутиться только вокруг того что я вот смог а теперь попробуйте смогите и вы да сможете ли вы вот далее вернемся все-таки человеку который ответит нет мне не нужно творчество если некому будет об этом сказать и это кому-либо показать тогда здесь может произойти интересная алхимия алхимия будет заключаться в том что человек почувствует циркуляцию светимости некое общение энергетического такого танца с самим собой независимо от того увидит кто-то это творение потому что человек таким образом не проявленное делает появление воплощается и вот это я называю видом творца видом творения видом творчества по точностью творца садедателя источника абсолютно мироздай как угодно можно это назвать то есть есть важно чтобы человек определился искренне опять таки правда самому себе где он на этом празднике жизни он жертва он пассажир и тема идеологии творчества куда-то его везет а он просто как говорится служит это или помене никому угодно и ничего с этим сделать не может либо человек сам хозяин он определяет он познает вот эту суть самого себя самодействие с каким-то творчеством возможно даже никому это не показывать потому что ему достаточно увидеть ощутить самой процесс воплощение идем к следующему вопросу что есть источник творчества и когда почему появляется импульс к творчеству а к сотворчеству с кем-то вот еще такой вот так вот ты чувствуешь что вот мое ощущение появляется импульс к творчеству вот когда человек очень хочет куда-то улететь во что-то внедриться во что-то вовлечься стать полностью погруженным в это это какое состояние состояние такое убежать когда самим собой плохо надо быстрее куда-то слиться и все и убегаешь в одной руке пастелин в другой кисточке все побежали то есть неважно на самом деле можно в путешествие можно порисовать какая разница можно также создавать менять партнеров отношения ту же самую форму объекта вопрос заключается в следующем дыры груди дыры самого себя ненужности самого себя самому себе да и получается вот такая форма творчества будет усугублением изначального предательства сути себя себе и собой никакой творчество от этого не спасет драма депрессия тоска обреченность а если посмотрите почитать философов то чем старше они становятся да и тех же самых художников когда они писали какие-то мысли зарисовки такая становилось все мрачнее и все тяжелее и смысла как бы во всем это становилось как все меньше и меньше какой-то больше драмы и безысходности вот то что делает дыра никому не нужно а не признанности сам алгоритм предательства самого себя вот что он делает с человеком через такую идею как творчество взять даже например певцы не важно мы сейчас можем конечно в первую очередь приходит там эстрада да какие-то там поп-евцы рейпер не важно кто-то меньше приходит оперный но тем не менее ведь поначалу человек он он заслуживает это внимание эту аудиторию он как будто как бы пытается возвыситься как бы раскрыться на глазах у этой аудитории а потом что происходит если человек не осознан если он не находится в наблюдении за собой если он не разотождествует а как правило он отождествует и как правило неосознан то тогда человек формирует путем транслирования через свое внимание свою светимость Потому что он направляет свое внимание туда, транслируется энергия, и человек начинает формировать эгрегор, потом которому он будет служить всю свою остацию, всю жизнь. Он будет находиться у него в рабстве. И поэтому забери у певца или у какого-то театрального актера, любого актера, забери сцену, и это все, это конец света. То есть жизнь закончена. И наверняка слушатели знают такую ситуацию, когда люди кончались с собой, испивались, запрещенные препараты, неважно что, то есть какие-то извраты начинались. Именно потому, что человек больше не мог затыкать дыру никому ненужности. И однажды, почувствовав какой-то внешний допинг, человек как загипнотизированный. Вот просто помните, вот в фильме Маугли, да, вот этот удав там, да, Ка и вот эти обезьяны, которые ближе. То есть вот человек так же, он как загипнотизированный сцена и эти зрители. Он не может, он будет все время идти туда под любым предлогом, потому что это созависимость. То есть созависимость это когда есть что-то другое в жизни человека, а его самого себя нет. То есть он у себя есть только потому, что есть кто-то или кто-то другой. Вот именно это называется созависимость. Ты про то, что у него такая, знаешь, дрянь в груди, да, а в руке у него такая пробка, которую он годами формировал, и он и там смело затыкает. Но вдруг случилось так, что пробка другая, она не подходит, и он не знает, что с этим делать. И вот это начинается такое сжатие очень сильно, потому что больно. Начинается действительно ад, потому что уже привычка затыкать эту дыру, она тоже имеет место быть. То есть, представляете, идет какое многослойное предательство. Неведение, незнание, ненужность самому себе изначально. Потом это начинает аккумулироваться через попытку заслужить это через что-то. То есть внешний допинг, это как, знаете, отрезать свои ноги и приделать костыли. А потом у тебя еще и костыли забирать. Естественно, это тотальная инвалидность. И, конечно, человек, чем дальше, чем старше он становится, он чувствует вот эту обреченность, необратимость и ужас от того, что лучше не стало, а стало намного только хуже. Поэтому я снова подведу, что все зависит от того, присутствует ли человек сам у себя, является ли он осознанным, является ли он в состоянии разотождествления. То есть в наблюдении за собой со стороны. Не из себя, когда я взаимодействую с кем-то, я пою, я читаю стихи, я пишу музыку или я ее исполняю, а я в наблюдении за собой, который исполняет эту музыку. Я в наблюдении за собой, который что-то говорит, делает, думает, осознает. И это два совершенно разных фактора, разные позиции. И они абсолютно диаметрально противоположны. Хотя кажется, что разделяется какое-то слово под названием наблюдение со стороны. Буквально маленькая фраза, но пропасть между ними просто несоизмеримая. Очень важно, чтобы человек прежде обнаружил самую себя, то есть тут самого себя. И тогда он становится осознанным выражением творения, что бы он ни делал. Не обязательно творить шедевры. Сама трансляция этой светимости осознанно через себя, фактом себя собой. И будет творить удивительные вещи, чудеса. Но только если человек не нацелен ментально, сейчас я буду творить чудо. Вот любая попытка, как я уже говорила, вот если брать фильм «Морозка», «Настенька и Маркуша». Вот это вот, если человек не является Настенькой, а что такое Настенька, мы берем сейчас чисто символику. То это человек, который был естественен по моменту. То есть он исходил из момента. А Маркуша как бы просчитала все шаги, что сделала Настенька и попыталась это повторить. И заканчивается всегда, конечно, вот этой упряжкой со свиньями. И в сундучке у них там сокровищ будет там ворона или кто-то. Да, это как, знаешь, есть очень много последователей вот всяких таких псевдопросветленных, которые за ними повторяют те шаги и узнают, что те делали. Или там зачитывают те фразы для того, чтобы и это сработает, как они думают, что они тоже станут просветленными. То есть ты про это говоришь? Естественно, человек пытается скопировать. На самом деле очень важно уловить как бы собственное излучение, собственное отвечание, собственное слышание, да? Некий такой негласный диалог с самим собой. Но опять это все должно быть взято под наблюдение, со стороны. Потому что еще раз говорю, когда человек просто читает слово наблюдатель, и оно ему нравится, это состояние выключенности. Даже если человек что-то обозревает в каком-то небольшом радиусе. Вот если те, кто приходит на фракт, мы именно серьезное внимание и достаточно долгое время уделяем тому, чтобы человек точно уловил то такое наблюдение со стороны, то такое состояние присутствия и одновременно разотождествление. Естественно, вот там существуют такие вопросы, я видела тоже в прямом эфиру. Там расскажите, что такое личность, что такое сущность. Рассказать об этом невозможно. Это не потому, что не хочется, не потому, что жалко. Потому что должна быть динамика непосредственного взаимодействия с человеком, когда через ощущение можно человеку показать, подвести. И человек отвечает, ага, я чувствую это вот так. Ага, а вот это я чувствую вот так. Тогда это является скрытием, узнаванием. Это становится соединением человека. И никогда это забрать будет уже от него нельзя, потому что он это знает, как дышать. Если человек не знает это именно, как дышать, тогда это интеллектуальное додумывание. Это представление, это аналитика, это все, что угодно. Но это не сущностное отвечание, не сущностное трансляция. Не есть знание самого себя, сути самого себя, не знание самим собой. То есть импульсом является изначально, естественно, ненужность самому себе. Но тут я хочу еще один момент сказать, и он тоже очень важный. Чтобы не получилось непонимание какого-то или искажение восприятия этой информации, не существует такого понятия, что можно было бы изначально не предать себя. Вот в чем дело. То есть нельзя, чтобы человек оказался, заметьте, я не говорю родился, возможно, об этом мы будем говорить в каких-то других эфирах, не сегодня. То есть человек находится в этой реальности не случайно. Эта реальность его сдавливает. Его персонаж тоже заточен именно на эту провокативность, на эту стимуляцию, потому что это реальность сон. Это информационный сон. И источник находится вот в этом состоянии забвения. То есть сам источник – это закон одного. Здесь нет никакой толпы. И почему я говорю сейчас, нет никакой толпы? Бесспорно, матрично, я осознаю, что есть люди, я осознаю, что они реагируют, что они напишут. Но каждый должен, вот допустим, то же самое прослушивание этого эфира или чего-то другого, воспринимать через призму закона одного. То есть все, что человек знает, он знает только самого себя, всю свою жизнь. Он не знает ни Петю, ни Васю, ни Мишу, ни Катю, ни папу, ни маму. Я имею в виду изнутри. Изнутри он знает только самого себя. И это и есть пусть одного, или как было сказано в Библии, что к Богу прийти может только один. Пусть к Богу узыка прям, и прийти к Нему может только один. Здесь толпой, душевной компанией, группами, семинарами никогда не прийти. Это всегда только путь одного. И поэтому я считаю, и я об этом всегда открыто заявляю и транслирую, что проводник, он просто идет рядом, но человек всегда идет сам на сам к самому себе. Он не идет с кем-то вместе за компанию по-дружески, по-человечески, от души или от нечего делать. То есть зарезюмируем ситуацию, что не попасть в состояние предательства себя невозможно, потому что это заведомая программа, которая побуждает человека проснуться. И она будет человека сдавливать, она будет человека провоцировать. Наступает момент Х, когда существует или по-другому точка бифлюкации, или по-другому, когда критическая отметка достигает своего апогея. Тогда у человека появляется опция. Обнаружит, где он находится, почему это так происходит, что не так с ним, что это за реальность, как она функционирует. И только таким образом человек может попасть в портал возвращения в дом себя. То есть вот это возвращение блудного сына в источник, в дом себя, неприходящего, всегда единого, всегда целого, всегда одного. У нас там следующий вопрос. Да, следующий вопрос такой. Может ли безучастный наблюдатель быть творцом? Да, если бы невовлеченность повлияла на возможный исход событий, иными словами, если бы вовлекся, мир был бы иным. Вот, ну я думаю, Ром, ты тоже это говоришь. Вот человек, который написал, он невовлеченность воспринимает, как невовлеченность абсолютной абстрагированности, отстраненности, какого-то такого цивилищного безучастия и равнодушности. Нет, ни в коем случае. Невовлеченность – это не отказ от жизни. Невовлеченность – это не то, что там что-то, там хоть потоп, а меня это не касается. Нет, ни в коем случае, еще раз, еще раз, еще раз эту фразу скажу. Невовлеченность – это осознанное взаимодействие с тем или иным состоянием, когда вы в наблюдении за собой, который с чем-либо взаимодействует. И тогда, только тогда у человека появляется право выбора. Если человек внутри обусловленности, внутри обусловленности своей образностью, обусловленностью двойственности, дуальностью, обусловленностью линейности, обусловленностью своей персонажностью, у этого человека права выбора нет, потому что он находится внутри территории пьесы, внутри этого сценария, и там действует свой механизм и закон. И этот закон никогда не переиграть. То есть никогда нельзя прийти в какую-то чистоту, в какую-то плоскость и начинать с ней бороться. Но это утопия, это как Дон Кихот или Тренеревельница, не работает. То есть так же, как шахмат. У вас есть два варианта. Либо изучить шахматы, как действуют на этой шахматной доске фигуры, какие правила, либо вы вообще не заходите в эту плоскость. Но что-то менять вы не сможете, потому что вы либо играете в шахматы, либо не играете в шахматы. Как и здесь. Человек точно должен осознавать, я есть этот делатель, я есть эта вовлеченность в мою персонажность, в мою образность. Я обусловлен всем этим. Тогда да, это состояние сна, это выключено, это спящество, это состояние отсутствия. Когда же человек достигает апогея, как я уже говорила, критической отметки разочарования, какого-то тупика, какого-то внутреннего запроса, благодаря своей силе тяги, благодаря своему намерению, тогда у человека появляется опция, еще раз говорю, открывается портал для вознесения. То есть, повторюсь, я не помню, говорила на прошлом прямом эфире, но вот про лабиринт. Говорила, да, что лабиринт невозможно пройти, если вы внутри лабиринта. Ну то есть, естественно, вы будете тыкаться, тратить свои годы, свою жизнь, свою энергию на то, чтобы найти этот выход. Но если вы, откуда вы точно увидите, где выход, это когда вы возноситесь, когда вы смотрите сверху. То есть, это и есть подсказка, что вы должны увидеть это со стороны. Поэтому и говорится фраза библейская, будьте в мире, но не от мира. Я тоже уже об этом говорила, я часто говорю. И еще я хочу привести такую фразу, я тоже часто ее упоминала, когда писала пастель. И если Господь не строит дома, напрасно трудится, строящий его. И вот если посмотреть внимательно, о чем эта фраза, не точный посыл, точный алгоритм. Если не произошла встреча с Господом, не вот этим дяденькой на небе, как я уже говорила, который там пришел усталый откуда-то, спалил из облаков, сидит, курит, пьет чай, и там наблюдает за бедными людьми внизу. Нет, когда человек обнаруживает внутри самого себя источник, суть, свет, сознание бытия самим собой, причем обнаруживает не так. Что-то кучно, что-то дождь, что делать? Так, ну, подумайте. Ну, в людях, да, ты вот про это, да? Ну, точно, слушай, где-то же внутри. Вот где-то прям сейчас даже почувствую, что-то даже кушать захотелось. Ну, привет. Нет, конечно, это утопия, абсолютная утопия, абсолютная игра, ни к чему-то не привезет. Кому интересно, опять-таки, можете делать все, действовать сами, чувствуете, что резонирует, приходите, потому что именно через ощущение, через вот это водительство, взаимодействие непосредственно по шагу с человеком, и происходит узнавание, как звучит личность или персонаж, да, как звучит суть и как звучит тот, кто видит первое и второе. И это очень важно. Далее, что я еще хотела сказать, что не воплечетность... Да, вот в этом вопросе я такую штуку уловил интересную, что человек, который его задал, он как бы, знаешь, взвешивает за и против, а стоит ли вообще идти к себе, да, и каким-то образом взращивать наблюдение, потому что все равно же безучастный. Ну, смысл. Зачем это все нужно, это все бесполезно, не нужно, и все это бессмысленно? Смотри, если человек задает вопрос, зачем, ответ знаешь. Я всегда говорю. Как только у человека возникает вопрос, а зачем я должен пойти, что я с этого буду иметь, что он мне это даст, мой ответ, точно идти не надо. Вот куча, куча в информационном пространстве духовно-эзотерический бизнес-услуг, которые вам расскажут все, что вам делают, продадут, настроят вот эти всякие обереги, ставы, там, почи, шмочи, все, что вы хотите, как бы, раскроют чакры, закроют порталы, откроют меридианы, все, что хотите. То есть это все на любителя. То есть все, что человек хочет, зачем у дитя не тешил, если бы не плакал. Поэтому в информационном пространстве, как бы, по гребушке мне будет путь. Когда ты меня вела, ты мне говорила, да, ну что, Ром, чего ты хочешь положить, вот суть в карманчик, да, себе, чтобы она тебе грела сердечко, там, что, для чего это все. То есть это вот в эту степь, да, что тут торт неуместен. Ну, мы с тобой даже в каком-то подкасте разбирали, да, вот про золотую рыбку, про то, что старик и по столбовую дворянку, которая вечно всегда была всеми довольна, вода старуха, столбовая дворянка, а потом опять разбитая картина. Потому что человек, если он не обнаруживает этого механизма, то он пытается эту золотую рыбку заставить служить, да, и всегда будет мало, потому что именно это приводит к драме, это именно к краху, к каосу в конечном итоге. Если человек кто-то нравится, если он не почувствовал, никакие ответы подсказывают, это тоже его право, потому что только через собственное узнавание человек может почувствовать, ага, что-то здесь не так. Поэтому повторюсь, невовлеченность – это не есть отсутствие. Невовлеченность – это осознанное взаимодействие с ментальным потоком, это осознанное взаимодействие с персонажем и личным, это осознанное взаимодействие с программой эго-ума, с которой ни в коем случае не надо бороться, не надо рихтовать, не надо менять, не надо отбежать, избавляться, прятать, зашивать, перешивать. Ничего себе делать не надо. Надо пройти через, скажем так, ритуал распятия. Что такое распятие? Распятие – это когда человек обнаруживает все, что его контролировало, какие концепции находятся в парадигме его подсознания, в его сценарии, и он по факту, по моменту становится разотреблением с этим, продолжая жить, продолжая быть активным, продолжая улыбаться, продолжая радоваться, продолжая печалиться, продолжая что-то считать хорошим, что считать не очень хорошим. Он не натягивает на себя маску благости, играя в какую-то добродетельность. Часто я спрашиваю в индивидуальном практике, на консультациях человека, как вы представляете просветление? И все говорят, да нет, я уже больше так просветление представляю. Я говорю, проверьте себя. Вот образ, допустим, кто такой для вас просветленный? И посмотрите первый мысльный образ, который появился. Самый первый облик. Сразу появляются вот эти залежи, которые в подсознании никто просто не замечает, они лежат. Они активны, просто человек их не замечает. Человек их не видит, не распознает, не опознает. Но явно, вот если спросить любого, вот даже сейчас, который слушает человека, спросить, как бы, кто такой для вас просветленный? Кто это? Пишите. Вот спонтанно, быстро. И никто не скажет, что это человек в джинсах, с портфелем, у которого твое детей рядом, маленький еще он там где-то в переноске такой, да? Нет, это будет всегда такой в белых одеждах, сидящий, улыбающий какой-то дяденька, парень, мужчина. Явно не женщина, в большей ступени таких дедули, которые как бы непонятно, как прожили, но очень любят рассказывать, как надо жить. В фразе нет? Да, да, да. Ну, прежде всего, что возникает? Это на самом деле такой повышенный пьедестал, куча голов впереди, и обязательно такой стульчик с бархатной подушечкой мягенькой, чтобы удобно было жопе сидеть часа 3-4 и вот вещать о том, как надо жить вообще. А там сидят люди, у которых реальные проблемы. То есть у кого-то с ребенком что-то, у кого-то в семье не ладится, у кого-то на работе. И человек, который ни черта не делает, кроме конфидентной подушечки, рассказывает им, как надо поступать и что надо делать. И вот это люди считают просветлением. Вот смотри, что сделал духовно-эзотерический рынок вот этих услуг, да, по просветлению, что такие семинары, такие соцсанги зачастую предлагают человеку действительно анестезию, они предлагают просветление, как некое средство решения от всех проблем. А это не так. Просветление это заключается в том, что ты точно чувствуешь, ощущаешь, знаешь самого себя в каждый конкретный момент. Ты знаешь, как помочь себе. Ты знаешь, как справиться. Даже если не знаешь, как справиться, ты запрашиваешь самого себя и получаешь ответ. То есть ты чувствуешь свой свет, ты его ощущаешь, ты не слышишь его испуганную. А не так. Ответ с детьми то, с мужем, с женой то, на работе так, зарплату за... Или неважно, какие там, как-то бизнес полетел, ковид или еще что-то, поедут, и я на соцсангу. Нет, никогда это не будет. Это бегство. Это действительно такая внутренняя трусость с попыткой так бы спрятаться, как страус, но только, к сожалению, не в песок, а в асфальт. Прямо со всей дурью, вот так вот голову туда и ничего не замечать. Единственный печальный нюанс. Вытащить голову, если, конечно, она еще останется, все равно придется. И то, что все равно по факту предстанет перед взором, будет печальненько, будет необратимо. И человек точно должен уловить. Нельзя бежать от того, что что-то проявляется не так. Это не так стучится. Есть такое выражение, я много раз стучался, но вы не открывали. То есть это сущностное, что стучится через какие-то факторы, стучится через какие-то признаки, какие-то ситуации, через какие-то состояния, чтобы человек уловил, что что-то здесь не так, что есть, но не может человек не знать, как я уже говорила на прошлом эфире, но не может океан-вода быть водой, а поднялась волна, и она не вода. Он не может. Соответственно, человек не может не быть совершенством. Вопрос заключается, куда же он попал, что он себя чувствует несовершенным. А что делает весь этот рынок эзотерических услуг? Он заставляет человека верить в то, что он несовершенен, верить в то, что было много инкарнаций, что их еще будет очень много, что была какая-то плохая карма у бабушки, дедушки, мамы, папы их сдает у кого, и у него самого. Причем он не помнит, что это было, но он теперь это отрабатывает. И человек вот в этой кабале вот тянет свою лямку, тянет этот оброк, не понимая, что это иллюзия, что эта иллюзия так издевается, потому что человек это и есть проявление совершенства. То есть источник, суть его, я его, именно сущностное я, и есть совершенно. Оно не может быть более совершенным. Но не может быть вода более водянистой. Но не может быть воздух более воздушным. Не может быть совершенства более совершенным. Это априори невозможно. Соответственно, человек должен обнаружить, где же он находится, кто с ним произошло, почему он не обнаруживает это совершенство. Вместо этого человек берет, доверяется и говорит, да, надо убить эго, да, мне надо почистить плохую карму, да, у меня чакра закрыта. Понятия не имеет, есть чакра или нет. Но он почитал. А надо задать себе вопрос. А если я живу на этом острове? Если я живу в таком деле? Что я знаю о чаках? Что я знаю о меридианах? Что я вообще об этом знаю? И дзинья, дизайне человека. Что я об этом знаю? И вот задайте еще такой вопрос. Вот у нас недавно был вебинар, да, в закрытой. Мы там разбирали. И это тоже такое предложение к слушателям. Многие же увлекаются нейрологией, астрологией, неважно даже чем. А вы просто зарисуете. Вот есть мироздание, есть абсолют, есть планета, есть человек. Кто кому подчиняется? Вы просто сопоставьте. То есть Бог, абсолют, создал планеты. У планет разное влияние. Угораздило человеку родиться в ретроградной Меркурии, попасть в какую-то пазу. И все у него идет не так. То есть как бы Бог специально допускает эту ситуацию. просто взять и разобрать эту концепцию. Специально допускает ситуацию, что не та планета, Марс сильно активен, да, или в шестой дом кто-то не тот зашел, заехал, затмение. То есть тогда возникает вопрос, какая связь между планетами? Получается, планеты действуют автономно, как бы Бог это не проверяет, но как бы они что делают, то и хотят. Но с человека потом на страшную студию он спрашивает. Он не говорит, что слушай, Марс у тебя в лотке, что-то как-то вот я понимаю, понимаю, поэтому понимаю, что там убил, или почему украл, или почему прелюбодействовал, или почему ничего там обманывал. Понимаю, да. Нет, он спрашивает, получается, но вы просто сопоставьте вот эти парадигмы, увидите, что здесь явно что-то не так, явно не стыкуется. Но это надо быть просто слепцом и таким желающим, я говорю, как страус, спрятаться, чтобы ничего не замечать. Если, конечно, человеку нравится, вольному воля, зеленый свет, прицепла в руки, пожалуйста, пусть тот человек двигается, куда он хочет. Хочет в это верить, это всегда было и будет. То есть данная реальность это территория спящести. Территория спящести не скажет, слушай, я спящесть, я тебя дурю. Никогда. И информационное пространство, которое и есть альмаматор территории спящести, мне тоже не скажет, я вас дурю. Поэтому, если вы хотите быть одураченными, продолжайте. Я понимаю, что, возможно, звучит это революционно. Имеющий уши это услышит. Ответ всегда внутри, он не является снаружи. Поэтому есть подсказка. Истина ближе, чем дыхание. Где ваше дыхание? Положите туда руку, почувствуйте, где вы дышите. И истина еще ближе. Потом спросите, где вы ее ищите? Дальше свое дыхание или нет? И вы получите ответ. В информационном пространстве, как я говорю, как клондайк, много-много песка и есть самородки. Если вы настроены на резонанс, если вы стали чувствовать, если вы дошли до какой-то степени разочарования, вы начнете распознавать, вы начнете чувствовать, что внутри вас есть тот разделитель и различитель, который способен отделить зерна и плеву, отделить песок и золото. Так и здесь. Слушайте, доверяйтесь и больше. Одно могу сказать, что никогда человек не бывает обделен сутью, не бывает обделен источником, не бывает обделен знанием истины. И это всегда внутри. Потому весь запрос человек должен направить на самого себя, а не спрашивать у других. Поэтому он и будет получать информацию. Чакры в порядке, карма в порядке, порча, сглаз, нумерология не та, магнитные бури. Все, что хочешь. И этот человек такой весь бредет, обвешан этой информацией и шугается каждого форока, потому что он уже не понимает, чего еще бояться. Самый страшный вирус это информационный вирус. Потому должен быть присутствующий в самом себе, который различает где сознание, а где ментал. Идем к следующему вопросу. Да, идем к следующему. Где рождается творчество и сам творец? Это аватар наблюдателя, вовлеченный в игру? Чтобы творчество стало возможным, как мне видится, нужно находиться, уметь управляемо находиться внутри наблюдателя, позволять себе быть обусловленным им. Ну, судя по тому, что человек, естественно, что он пытается различать между наблюдателями и наблюдением. Скажу так, человек, естественно, отчасти он всегда находится в естественном теле, он находится в наблюдателе, естественно, чувствует свою личность. Но, если нет наблюдения, это и есть наблюдение за наблюдателем, то это состояние человечества. То есть, только наблюдение за... Давайте я приведу пример, я его часто приводила, но я сейчас повторюсь. МиГ-24 летит на большой высоте, на большой скорости. Что он видит? Ничего, кроме неба, облаков, он не может никак ориентироваться. Кого он запрашивает, Рома? Конечно, станцию на земле он запрашивает, прежде всего. На что смотрит диспетчер? На все, что окружает вокруг и передает ему данные. И сам самолет запрашивает все. Он смотрит на этот экран и видит перемещающиеся объекты, вот эти коридоры, все эти показатели, учитывает скорость, и тогда он может провести. Так вот, если взять эту аналогию, летчик-самолет МиГ-24 это наблюдатель. Достаточно ли быть наблюдателем, чтобы увидеть картину того, что происходит в мире в целом? Достаточно? Нет, недостаточно. Мало, да. Какую функцию выполняет диспетчер, которая следит и за самолетом этим МиГ-24, этим пилотом, да, внутри этого самолета, и за всеми другими объектами. А что это получается? Ну, это на наблюдение за наблюдателем. Да, абсолютно верно. Поэтому, если человек внутри самолета, все, это пришло попало. И это провокативная ситуация, и она ведет к рапу. Рано или поздно авария случится, потому что человек неведенный, он на большой скорости, на большой высоте, он ничего не видит. Он не успевает, он не обладает картиной целого. Да, потому что он узконаправлен. И только наблюдение за наблюдателем со стороны позволяет получить картину целого. Вот эту расхлопнутость, эту сферичность, да, эту расширенность. То есть, видеть этот экран только таким образом можно как-то взаимодействовать. То есть, появляется сторонний наблюдатель. То есть, наблюдение за наблюдателем со стороны есть сторонний наблюдатель. Естественно, есть другие немножко уровни, повышающие наблюдение за наблюдением наблюдателя. Но об этом, естественно, приходите, если вам интересно, на нашу практику и в проекте и висите. Тогда еще один вопросик. Можно по жизни ляпать точки маркеров на стене, а можно писать объемные гениальные картины маслом, которые веками будут потрясать потомков масштабом, глубиной и значимостью. И здесь слышится, что людей, кто обнаруживает эту одинность и имеет устойчивую связь с этим состоянием, для них легче, с одной стороны, примерять разные роли, накапливать тем самым опыт, а с другой стороны, они явно собой же различают истинное и своевременное, значимое и второстепенное, оживляя собой и своим творчеством, честное, сильное, влиятельное, своеобразное. Вот мне иногда хочется пригласить такого человека, да, вот к нам на эфир. А он придет, да. По второй части как раз он будет, этот человек. Это действительно, чтобы этот человек попытался сам себе ответить, потому что, знаете, приводит звонок к Богу. Это вот звонок к другу, а это звонок к Богу. Ну как бы прям вот расскажи откуда вот это, расскажи откуда то, расскажи откуда все. Все ответы внутри, это первое. Но здесь нужно не смысловой посыл вопроса, а рассматривать, почему меня это волнует. Вот кто знает о том, что будет потом? То есть то, что сейчас показывает информационное пространство человеку, что вот как какой-то картиной человек восхищается. Хорошо. Ведь тема творчества, она важна, но нужно точно вскрыть. Я понимаю, что сейчас революционно будет звучать и кого-то будет очень даже корежить это. Но заболел ты сам, заболел твой ребенок, твой близкий человек. Вы пойдете смотреть картину? Вы пойдете слушать музыку? Если плохо, и нужна помощь. Вы будете искать адекватности, вы будете искать реальной включенности в вашу ситуацию, в вашу проблему. Все творчество заточено на отключение. Не на включенность, а на выключенность. Потому что там человек уходит в другие измерения. Но вернуться-то придется. Я не говорю, что не пытаться смотреть, не пытаться наслаждаться. Я бы сказала так. Все равно делать это в наблюдении за собой, который наслаждается просмотром той или иной картины, прослушивая той или иной музыки. Но опять-таки, я вот уверяю вас, у вас воскресенье, утро, вы собираетесь на шашлыки. Вы поставьте реквием Моцарта, и вы посмотрите, что будет с вашим настроением, с вашим состоянием, даже физически. Все, ничего, ни шашлыков, ни настроения, ничего не захочется, ничего не будет. Поэтому влияние музыки тоже крайне провокативно. Об этом тоже на наших фрактах есть. Мы вскрываем специальные задания, специальные эксперименты. Но что я хочу сказать все-таки вопрошающему. Если хочется признания, если человек готов положить на плаху все свое, самое себя, свою суть, свою светимость, действуйте, действуйте, творите. Если вопрос заключается именно творить, чтобы оставить потомкам. Или вопрос заключается в чем? В том, чтобы знать, кто я, зачем я здесь, что происходит со мной, как так, в чем здесь закономерность. Поэтому от ракурса вектора запроса и зависит, в какое поле, в какую частоту человек вступает. Как я уже говорила, что тот, кто хочет найти Йети или Чупакабру, он найдет. Не потому, что это Йети, а потому, что своим поиском он задаст специальную волну, специальное излучение, специальную плотность этой частоты. И в конечном итоге эта частота из непроявленного произойдет проявленная, примет форму, и человек так или иначе с этим встретится. Что даст ему это? Ведь фактически здесь во всем, если посмотреть внимательно, в информационном пространстве, вот этот синдром эскапизма. То есть от слова escape сбегать. Человек бежит куда угодно. Естественно, вариантов побега очень много. То есть вариаций куда и как, их бесчисленное количество. Вопрос, зачем? Может быть, надо посмотреть, стоит ли бежать? От чего я бегу? И могу ли я по факту убежать? И даже то же самое информационное пространство, оно ведь транслирует, что люди, которые там на смертном отре, говорят, как будто и не жив. Как будто один миг. Как будто что-то упустил. Приняйте эту информацию тоже. Послушайте, как она вас отвлекается. Что человек упустил? Чего он не заметил? Потому что он бежал туда. И тогда задайте себе вопрос. Вот вам 80 лет, вот вам 90 лет. Вот, возможно, вы знаете, что вам мало останутся. И тогда что? Это я сейчас беру форму. Я не беру сейчас тему рождения и смерти. Это вдруг другие разы. Но, тем не менее, просто берем и моделируем эту ситуацию. О чем вы будете живеть? Вот вам, пожалуйста, вы можете запросить тебя и тут же тебя ответить. Вам 80, 90, пускай даже стоит. О чем вы будете живеть? Что вы не успели? Будете ли вы живеть о ненаписанной картине? Или, возможно, вы что-то другое захотите? Мы написали в эту картину, купил ее какой-то музей. Но висит она там. Дальше что? Дальше что? Срочно писать следующую? Написали следующую? Еще один музей купил? Еще дальше что? И это притирается. И это, как говорится, и это все пройдет, да, как у Сараса Соломова, и это пройдет тоже. То есть к этому адаптируется личность. Потому что личность создает эту тягу, это недовольство, это недовольство для встречи с сутью себя, со своим настоящим «я», а не для того, чтобы потакать вот этим персонажным играм. Такой у нас еще вопрос. Все? У нас вопросов больше нет. Нет, у нас там был еще какой-то нюанс по творчеству. Посмотри, может, мы еще чуть-чуть успеем? Да, есть спонтанность творчества, был такой вопрос. Творчество и сновидение, пробуждение, стимулирование развития творческого потенциала, виды творчества, личностные и сущностные. Но ты, на самом деле, на все эти вопросы ответила. Кроме, давай, наверное, тогда вот этот последний момент, я сейчас немножечко-множечко затрону. Это творчество и сновидение. Опять-таки, человек обусловлен своей личностью, обусловлен неведением об этом, неведением, а тем, как устроена реальность. Вот благодаря этой обусловленности, непосредственно этой обусловленности, человек засыпает и заходит в сон, в ночной сон. Это чистое подсознание, что там человек хочет говорить. То есть, опять-таки, здесь, скорее всего, прослеживается опять жажда признания, жажда славы. Ничего плохого в этом нет. Это здорово. Но я еще раз говорю, когда человек обнаруживает самое себя, он слышит, он ведом вот этим потоком творца, посредством себя, тогда все, за что человек не взялся бы, с чем он соприкасается, оно станет так или иначе творчеством. Возможно, это никто не увидит. Возможно, кто-то увидит. Но тогда человек целенаправленно идет, как я говорю, как там Аркуча этому Деду Морозу говорит, слушай, да хватит, давай быстренько мне сокровища, я поехала домой. Плохо все закончится. Сновидение. Я бы вообще не советовала лезть до тех пор, пока человек не обнаружит различия между собой настоящим и собой образностью, да, с собой, как персонажем, как личностью. Заходя в подсознание, человек оказывается на территории, как бы, ядра спящества. И заходить туда, как с позиции жертвы, с позиции пассажира, который пытается что-то разведать, но хорошо, если просто человек унесет ноги, а так, во всяком случае, начнутся точно сильные подвижки. То есть, если даже взять, вот когда обсуждали хакеров, да, сновидения, они перетащили всю эту парадигму только в осознанность сновидений. Всю эту же войну, каких-то ребенок они боялись, чего-чего-то боялись, туда ходи, туда не ходи, там зарисовывай. То есть, это просто как бы, как создание дополнительной искусственной реальности, и опять это формоископизм, чтобы не находиться в той реальности, где человек есть. Ну, здесь плохо все, а там можно самому себе что-то нарисовать, построить, сбежать, и вообще туда прямо с ногами залезть. Вот нарисовали, конечно, не только. И опять, все, что человек это знает, он это знает через информационный сигнал. А так и нужно получить доступ к отвечанию изнутри, узнаванию знания с собой, а не через внешние источники. Поэтому я еще раз говорю, даже вот наши эти прямые эфиры, они не являются истинной в последней инстанции, они не являются каким-то протуберанцем, который может указать человеку, что он ничем не обделен, что все, что ему нужно, находится внутри. Важность заключается в том, запрашивает ли это он по-настоящему, или он играется в вопрос. Действительно ли он хочет взять ответственность на себя, за себя, или он хочет быть собой, но переложить ответственность на кого, на что угодно вовне. И когда это закончится, случайно? С случайно у нас прямой эфир подошел к концу, и мы с вами прощаемся. Да, прощаемся, эти вопросы пишите. Да, а те, кто участники ВК-донат, для них сейчас будет вторая часть и приглашение в Zoom, и там уже будет все гораздо серьезнее. Ну, то есть мы сразу, в течение пяти минут, приглашаем. Да. Все, спасибо. 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 Продолжение следует...